приветствую возможно вы читали или слышали что путин встретился с лидером китайской народной республики первым секретарем цк кпк си дзяньпином и там как положено пообщались заявили о больших планах так дальше да 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 вы правы россия все ближе и ближе встает вассалом китая то есть понимаете что происходит я говорю что китай не молодец мне нравится все-таки тысячелетняя история она сказывается они между прочим таким же методом такими же методами свое время покоряли тюркский каганат громада государства было куда-то и победили то есть на сегодняшний момент смотрите до торговля между китаем и россия развивается растет растет ну там было заявлено что то 200 миллиардов в товарооборот вырастет вот я я тут и с путиным и си согласен вырастет но 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 если вам интересно можете посмотреть на структуру я несколько раз показывал еще за 21 год не посчитали есть полный данный за девять месяц что продает россия китай вас нефть лес самое интересное что путин же издал указ ну что теперь и лес нельзя продавать но там есть маленькая поправка китай не делясь железо труду продали да 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 и действительно но путин заявил что будем еще больше поставить газ посмотрите какая ситуация китай покупает газ по китайской цене по российскому сейчас но вы слышали там цена на газ тысячу долларов там ну тысячу не тысячу а действительно там 400 500 200 китай покупает по цене 160 долларов за тысячу кубометров почему он сказал дороже не будет я даже не удивлюсь вам сказать скорбь за столбник вот так за горлышком все россии что он сделал не матца да россия построила газопровод но ситуация сейчас в том что по этим газопроводам ас можно продать только китая больше никому когда нет проблем цена только такая вот такой цене покупать не там были моменты вы просто не смотрели китай россия пыталась торговаться вывасал россия понимаете россия слишком увлеклась собиранием земли русской очень в результате она прозевала самое главное она потеряла контроль над своим государством и теперь контроль государством переходит китай ну я конечно но вы читали слышали что китай хочет захватить себе то не хочет он ее уже захватил помните китай вот но россия есть там скупировала крым захотела донбасс вот знаете он таким китай не так не дес нет они не собирается водить войска вот русская армия не пустит кита и не надо зачем китай экономически захватил себе захватывает ну куда лес идет покинься по китайски депетом да куда газ куда идет китай не скудает кита причем еще смотрите ну понятно вы догадывались что в россии смартфоны это китайский у нас тоже нет не спорю поймите тут давайте но смотри какой делесный дюанс вы никогда не задавали вопрос а структурная техника какая в россии российская это прекращай какая там россия рекламы китайский хорошо а продукция машиностроения высокой технологии какая китайская понимаете китай поставляет россию продукцию машиностроения больших количеств раньше действительно одежда обувь ну там тоже это поставляет то есть понимаете что происходит россия построить сырье сырье не нефть это своё а кто и поставляет машины и оборудование и причине просто поставляет об же россии не может без китайского ну тем более после санкций что произошло ну соответственно все мы да не за что да да что-то потеряли рынок сша имеется ввиду не перестали покупать европы начали покупать это возможно вы слышали в свою россия там надула щечки сказала мы сделаем свой компьютер ну как вы догадываетесь смеха ради получилось мнение название русское все русское он собирается китай то есть он делается в китае потом перевозится в россию этикетку клей говорят это это русский русский причем это военный секретный мы не поняли он собирается в китай привозится сюда эту секрет но не может россия собрать компьютер не может украина тоже обращаю ваше внимание но имеется ввиду этих технологических не срабатывает не действительно происходит ситуация когда вот китай улыбается обещает и все больше больше тем более действительно китайцам очень нравится что путин на ругается со всеми странами сша с европой кле не мочи нравится но что понимаете они происходно понимаешь что чем больше ругается тем больше он попадает зависимость от китая все больше 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 по этой причине вот это знаменитый очень знаменитый анекдот советских времен он станет скоро реальность что в районе ленинграда на китайской финской границы спокойная обстановка да ребят потерять государство не сложно особенно если заниматься с собиранием земли русской из то чтобы заниматься просто обычной экономики россии вот такая ситуация